Красная зона лаборатории. За месяц в частной клинике было проведено более 2000 тестов на COVID-19. С завтрашнего дня здесь будут проверять и на антитела к новой инфекции. По такому же методу проводят анализы на ВИЧ, гепатиты, сифилис. Для исследования берется кровь из вены. Стоимость процедуры 900-1200 рублей. Всех пациентов будут принимать только по записи. Спрос есть. Есть звонки от партнеров, с районов. Есть потребности организаций на медосмотр сотрудников. За один день лаборатория сможет обрабатывать более 200 тестов. Результат анализа ответит на три вопроса. Либо человек болен в данный момент, либо у него уже выработаны антитела к коронавирусу, либо он никогда не встречался с инфекцией. Кстати, в Москве еще 15 мая запустили бесплатное тестирование жителей на антитела к COVID-19. Все-таки Москва по поступлению реагентики – это немного лучше, чем у нас обстоят дела. Я думаю, что если госучреждения лаборатории, которые имеют 3-4 группу разрешения на 3-4 группу патогенности, запустят эту методику, то для пациентов это тоже станет бесплатно. Такие предпосылки они есть. Многие надеются, что наличие антител будет их пропуском на работу во время пандемии. Но исследования ученых огорчают. Лишь у немногих вырабатываются антитела к коронавирусу, и даже они не дают гарантию того, что вы не заболеете второй раз. Вот эта информация, которая прошла первое время, что вспышка коронавирусной инфекции, возможно, у нас уже была осенью. Многие сразу подумали, я тяжело болел, значит, у меня иммунитет уже сформирован. Хочется это все проверить, посмотреть и оценить. Хотя по последним данным, как сейчас научная информация идет, антитела очень у маленького контингента сформированы. Кстати, в Москве кровь с антителами к коронавирусу уже переливают к ковидным пациентам. Столичные эксперты считают, что донорская плазма едва ли не самый эффективный способ борьбы с новой инфекцией. Но в медицинской среде многие к такой методике лечения относятся скептически и даже называют терапией отчаяния. Поэтому в Алтайском Минздраве пока только смотрят на московский опыт и не торопятся брать его на вооружение. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. Ирина Корчегина, Илья Халяпин.